Девчонки, всех приветствую на своем канале. И сегодня у меня обзор с магазина Wildberries. У меня здесь такие вот разношерстные покупки и для ванной комнаты, и косметика, и уже что-то для дачи я начала покупать. Вернее, не для дачи, а для рассады. В общем, начну с самого большого, крупного. Это тушенка. Тушенка свинина и говядина. Я уже про нее как-то говорила и не один раз, и показывала, открывала банки, какое там мясо. В общем, эту покупку я уже повторяю не один раз, и очень нам нравится, и очень мы довольны. В общем, опять купила коробку 10 говядина, 10 свинина. Цены подпишу, девочки, как обычно, и все ссылки на товары я оставлю под видео в инфобоксе. Так, ну и теперь немножечко поподробнее. Для кухни взяла вот такой бокс, это пластика, а здесь сделано под бамбук. Ну, я не знаю, вроде там написано было, что это дерево. Вот это вот, не пластик, а дерево. В общем, вот эта крышка открывает. Ну, ладно, вот я открыла вам крышку, показала. Кладутся туда салфеточки. Так, сейчас закрою. Обработано все хорошо, если это дерево. И очень даже вот так вот раз и вытаскивается. Это очень-очень удобно, удобнее, чем вот эти вот, которые мы в фикс-прайсе брали раньше в коробках. Во-первых, она и многоразовая, и можно запасные сменные блоки купить, и будет это дешевле. Ну, и в интерьер вписывается. Хотя у меня нет особого интерьера, но тем не менее. К этому боксу я заказала вот такие салфетки. Здесь получается их 100 листов, 3 слоя свежести, легкой зеленого чая. Девчонки, они очень-очень нежные. Сами салфетки очень нежные. И, знаете, достаточно прочные. Плотные, нет, не плотные. Они не плотные, но они нежные и прочные, скажем так. В общем, я-то думала, что они будут рваться. Нет, все хорошо. В наборе шло 3 штуки. Цены тоже подпишу, сейчас не помню. Дальше, для стирки я купила вот такой гель. Это для цветного белья обычного. Вот такая фирма. Я про нее все слышала, но как-то не брала. Тут решила, думаю, дай-ка я попробую. Ну, такой нежидкий и негустой, в принципе, гель. Вот, если я покупала до этого китайский или корейский, он прям густой был. Так, это, значит, для белья. Это для черного белья. Здесь, девочки, по 3 литра. Вот это я брала в наборе. И ополаскиватель для белья такой же фирмы. Знаете, вот если крышку открыть и понюхать, он прям такой резкий, насыщенный запах. Думаю, блин, ну капец. А после того, как я пополоскала белье, вытащила из машинки, повесила, очень-очень нежный и очень приятный аромат. Нерезкий. Далее я купила для мытья посуды Синергетик свой любимый. Сейчас вот я взяла, по-моему, да, лимон. Господи, сочный лимон. И в подарок здесь вот стиральный порошок. Но они все время, вот если я что заказываю, все время кладут какие-то подарочки. Очень приятненько. Для кухни взяла контейнер. Это у меня уже один есть, я вам сейчас покажу. Я его, значит, приспособила под раковину. Ну, сейчас я покажу. Просто покажу вот этот. Здесь так выдвигается. Его не надо сверлить там, ничего, гвоздики никакие нужны. Здесь вот такие наклеечки идут. Ой, как крючки, да? Их наклеиваешь, и он прекрасно держится. Я сейчас в деле вам покажу. Так, и первый органайзер я вот сюда приспособила. Вот на эту стенку. Вот он у меня уже, наверное, я не знаю, месяц висит. То есть вот приклеились эти крючки. И вот так вот он раз и выдвигается. Здесь у меня губки для мытья посуды. И это для труб всякие очищалки. Вот. Ну, вроде держит неплохо, нормально, ничего не соскакивает. Вроде, да? И так что хочу другой органайзер. Вот только я не придумала, куда его прицепить. То ли вот сюда пониже здесь убрать, то ли вот на эту стену, чтобы было не видно. Но и в то же время удобно. Так раз выдвинул его, и все. Вот, в общем, вот так. Дальше, что дальше? Ну, давайте для дачи, для дачи, для рассада вернее. Я заказала вот такой томат, лось. Там было, блин, написано 3 штуки. Думаю, ну, 3 штуки, 194, что ли, рубля. Пришла одна штука, я уже дома заметила. Потом повнимательнее почитала на сайте. А там, оказывается, семян 3 штуки. Представляете? Но такой вот томат, лось вот этот, вот я про него очень много чего слышала. Он как раз вот подходит для нашего региона. Думаю, ладно, попробую посадить его. Дальше взяла вот такой вот пламя. Тоже не знаю первый раз, но я все время вот беру и F1, чтобы было. И взяла перец. Здесь 3 пакетика. Болгарский перец. Красный, желтый и вот такой вот фиолетовый. И в подарок здесь шли семена. Лук батун, апрельский. Ну, в общем, подарочек такой вот ушел. Далее пройдемся немного по косметике. Решила на Валберис заказать Vivienne Sabo тушь. Ну, я ею все время пользуюсь, очень давно. Это здесь наклейка была. В общем, я не знаю, то ли качество испортилось. Я беру все время влагостойкие туши. То ли качество испортилось, то ли это подделка. В общем, если вот раньше я покупала, когда в магните Vivienne Sabo, я ее смывала с ресниц только гидрофильным маслом. Потому что больше ничем она не смывалась. И эта же тушь, она вроде нормально красит, да, ничего претензий нету. Но умывается, смывается она, в принципе, обычным молочком для умывания. Не то, что для снятия макияжа, а просто для умывания. Вот я пенкой корейской умываюсь и все прекрасно отходит. Нет, с одной стороны это плюс, конечно. Дальше взяла чистую линию. Как-то у меня был вот этот крем-биби-крем. Идеальная кожа, но в другом формате. Сейчас я вам его покажу. И мне кажется, он отличается от того формата. Тоже то ли подделка, то ли качество изменилось. Но не в очень лучшую сторону. Повторяю покупку. Вот основу под макияж. Такой вот цветной разноцветной у меня там осталось совсем немножко. Вот стольчика, наверное. Но тоже, девчонки, отличается. Во-первых, какой-то у него запах. Появился такой сильно парфюмированный носик пластиковый белый. До этого пузырек как-то по-другому выглядел. Не знаю, что пошло не так. Ну, в общем, приобрела. А тот, который первый, я покупала, он мне очень-очень прям нравился. Он и выравнивает тон. Ну, не прям уж сильно слишком, но немножко есть. И увлажняет. Купила кисточку себе для шариковых пудры. Сейчас. Это уже Эйвон, но брала я это все на Валберис. Сейчас. Но это не это, не Эйвон. Так-то она снимается. Я уже ее опробовала. Нормальная кисточка, неплохая, в принципе. Вот. И купила я ее для вот этой пудры фирмы Эйвон. У меня была Эйвон шариковая пудра. Пузыречек вот этот был повыше, поплотнее пластик. Здесь пластик прям очень тонкий, хлипкий. Вот это вот, забыла, как она называется. Ну, здесь вот прям поролон-поролон видно. А там была другая, ой, девчонки, не помню, как называется. Другая штучка, прям такая плотненькая, хорошая. И здесь, смотрите, как их мало. Прям дно видно все. Что, которая вот старая пудра была, там много было и шариков, и, блин, не знаю. Слушайте, я с этой работой, я уже разучилась излагать мысли, если честно. В общем, вот такая. Неплохая, но неплохая. Единственное, что она как-то, как сказать, металлический такой вот блеск, что ли, оставляет. Ну, не навязчивый, он телесный. Не знаю, как это тоже сказать. Если той я пользовалась, то она у меня была, знаете, как цвет под загар немножко. Хотя вот это тоже бронза. Купила тейпы. Это я тейпы купила. У меня, ну, у Лизы же была травма на колене. И так периодически неправильно там наступит или подскользнется, у нее колено начинает болеть. И я взяла эти тейпы, почитала, что вроде как они при травмах облегчают боль. Я взяла, чтобы ей пользоваться. И тошка сейчас. Вот скользко он у меня шел с магазина и навернулся. И ударился тоже коленками. Там, слава богу, все хорошо. Вот, так что будем пробовать, как на самом деле помогает. Здесь вот лицо нарисовано. Наверное, можно и на лицо. Но мы будем на другие части тела их приспосабливать. Вот такие вот тейпы. А, для лица и тела написано. Вот. Дальше погнали. Нет, сейчас давайте я сейчас все уберу. Брала. И сейчас буду показывать лампу. Фитолампу купила. Ой, сейчас, секунду. Фитолампы для рассады. Сейчас я вам ее покажу. По цене она обошлась, девчонки, всего 1000 рублей. Я думала, ну, придет какая-нибудь пластмассовая штучка, которой, ну, хватит, может быть, на один сезон. Нет, все это сделано из металла. Вот эти вот из металла. Вот эта вот прищепка из металла. Это я постелила, потому что кондиционеры ставила. И, как он называется, жидкий порошок. Поэтому постелила. Так, ну что. Ну, в общем-то, она вот металлическая вся, очень крепкая. Вот эти зажимы прям такие крепкие, тяжелые. Сейчас я ее включу. Я даже еще вот не вскрывала, потому что вчера получила. Проверила, все хорошо. Значит, в комплекте вот такой переходник шел. И... Сейчас я включу. Ближе. Это включать. Здесь делать, значит, плюс и минус, ярче и не ярче. Здесь менять цвета. Здесь три цвета. Синий, красный и сине-красный вместе. А это... А, это время. Вон, будильник выставим. В общем, давайте мы сейчас вот так вот включим. И вот так сделаем. В общем, вот. Туще, туще, туще. Это получается у нас режим синий-красный. Сейчас мы его будем менять. Это красный. Это синий. Это синий, это синий, это синий-красный. И сейчас я сделаю вот. Яркость уменьшается. И вот яркость увеличивается. А здесь вот время заставлять. Но это я еще пока не знаю. Это надо почитать. Вот я сейчас нажала, он на синий перешел. Сейчас нажала на зеленый цвет и на красный. А сейчас вот выключила. Сейчас я его отключу. Ой, прям глаза режет. И сейчас я вам покажу парник, который я купила для рассады. Смотрите, он довольно высокий. Но там написано, что это парник для подоконника. На подоконник ставить. Но у меня подоконник видно уже, чем этот парник. И он у меня не встает. В общем, собирается легко. Я его вчера собрала. Здесь раз, два, три, четыре полки получается. Вот эта вот накидка на него открывается, закрывается она с двух сторон. Сейчас я вам покажу. До конца запрыли. Что-то... А, железка попала. Полки железные. До конца закрыли. До конца открыли. И здесь вот такие вот веревочки. Ну, это для тех, кто не знает. Я-то вот, например, первый раз купила такой парник. И вот буду им пользоваться. И вот так вот она завязывается. Ну, это уже, наверное, когда будет такая хорошая рассада. Так, дальше. Сейчас я прицеплю эту лампу. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Давайте сейчас завяжем, чтобы нам не мешало. И распределим эти лампочки по полочкам. Девчонки, я что-то как-то пока не очень поняла, как, куда ее цеплять, чтобы удобно было, чтобы вот эти лампы распределились, как это сказать, равномерно и правильно. Потому что нижнее получается, ну, будет вот так, если какая разберутся, верхняя так. А эта самая верхняя, она же не так должна стоять. В общем, надо почитать, посмотреть инструкцию. Ну, или если кто знает, подскажите, как ее прицепить удобно, чтобы было. Потому что вот это мне не нравится. И я уже думаю, может быть, надо было просто по одной купить лампе и на каждую штуку прицепить. В общем, будем разбираться. Потому что, девочки, и мужа вот я купила, это, по-моему, дрель-шуруповерт, называется ферма Деко или Деко. Я его еще не открывала, в таком вот кейсе шоу, добротный. Здесь вот написано, что, чего и сколько миллиметров. Сейчас мы его с вами откроем и посмотрим. Потому что я его даже не открывала. Наверное, вот так должен, да? Ну, это, может, кому тоже надо. Ферма вроде неплохая. Как она открывается? И отзывы я читала про нее. Ой, сейчас я открою, девчонки вам покажу. Девочки, это я тупая. У меня здесь так вот ручка была, и поэтому она не открывалась. В общем, так открываем. Здесь вон очень много вот этих штучек. Ключики вот эти вот разные. Посмотрите, как классно. И очень удобно. Сам кейс, кстати, довольно-таки прочный. Не хлипкая какая-то пластмасса. Достать не могу. Ой. А этот и этот не могу. В общем, у меня, наверное, сил не хватает. Очень-очень много всего. Смотрите. И хорошо в кейсе в таком, то есть попользовался, убрал, попользовался, убрал. И нигде ничего не валяется. Так, давайте дальше. Здесь вот инструкция такая идёт. Ну, ладно, инструкция. Что-то здесь развалилось всё. Дальше. Давайте посмотрим. Ну, мало ли, может кто-то на подарок хочет купить или ещё что-то. Я считаю, что на подарок, если там мужчина занимается чем-то, ну, даже если не занимается, в принципе, в хозяйстве, всегда пригодится. Да и я буду пользоваться. Так, это мы сюда кладём. Да? Такие штучки. Вот сама отвертка. Тоже такая довольно-таки добротная. Но я так понимаю, это вот эти. Сейчас я всё-таки... О, раз, ой. И всё, и готово. И обратно... Вот так сверху, наверное. Господи. Так, вот эту штучку. Девчонки, не знаю просто, как что это называется. Ну, покажу. О, ножичек. Дальше, что здесь у нас? Так. У него вот хорошо два аккумулятора запасных идёт в комплекте. Вот один. А где второй? В общем, что-то здесь так навалено. Это, наверное, вот я так несла. И оно у меня всё перекрутилось. И вот сама дрель. А, у два аккумулятора. Это, наверное... Блин, сейчас. Этот же сам аккумулятор, правильно? Он заряжается где-то? Или что это такое? Вот. И зарядное устройство. Вот сюда оно вставляется. И заряжается. Сама просто не видела, не смотрела, поэтому... Она, кстати, такая небольшая. Тысь, тысь. Но тяжёленькая, добротная. Сейчас мы её наденем. Опа. Какие-то лампочки загораются. А, и две скорости тут, да? Да, две скорости. Так, а как она должна работать? Наверное, надо зарядить. В общем, я её заряжу. И посмотрим, что здесь вообще вот эти звёзды... Ой, эти означают. Вот эта вот подсветка есть у неё. Ну, это, наверное, на всех дрелях так, да? У Дениса есть дрель, но она у него на даче. И он, когда надо, сюда брал. Когда не надо, вернее, когда на дачу надо, он туда брал. И, в общем, она у нас кочевала туда-сюда. И поэтому, думаю, пускай здесь лежит. Вот нам надо было плинтуса сделать, а дрели нету. А ездили, когда колёса менять, Дмитров, мы забыли её взять. В общем, вот такая вот дрель. И напоследок я вам поставлю ещё фотографию. Тошки купила в твоё этот пижаму Рики Мортин. Ему нравится этот мультик, вот. Но пижама такая, девчонки, знаете, не на худеньких мальчиков. Он у меня высокий и худенький. Вот, но я её хотела сдать, но он не дал, потому что ему и принт нравится. И сама пижама, говорит, ничего страшного, что широко. Футболка-то нормально, да, они как бы носят такой. Вот откуда я это вытащила? Вот. А штаны, конечно, широкие, но он её не разрешил сдавать, оставил себе. В общем, девочки, вот такой вот комплектик. На этом буду заканчивать своё видео. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой. Всем пока-пока. Девочки, смотрите, думаю, сейчас заряжу аккумулятор и попробую включить, потому что не включала. Но здесь вот эти вот переключалки есть, вот видите. Вот так вот она раз и работает. Это она на первой скорости, кстати. Сейчас на вторую. Но это надо пробовать. Это то, что она у меня жужжит, это ни о чём не говорит. Вот, дальше я ставлю на середину вот эту кнопку, и всё, она блокируется. То есть она не работает, это она на блокировке стояла. И потом ещё выдвигаю эту кнопку, и это нам, значит, получается реверс. Потому что здесь... Да, это реверс, вот видно. В общем, всё. Вот такая штучка. Всё, теперь точно всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok